Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы впервые заглянули на мой канал, то меня зовут Катя. Я живу в Нидерландах вот уже почти три года с моим мужем Ришардом и нашей дочкой Эйфи. И сегодня мы едем отмечать, как и, наверное, полстраны едут отмечать в гости к своим семьям праздник Синтеркласс. Сам праздник будет 5 декабря, а сегодня воскресенье, и я думаю, что поэтому многие будут отмечать его сегодня. Расскажу немножко все, что знаю об этом празднике и покажу, как это отмечается в настоящей голландской семье. Так что не переключайтесь, поехали с нами. Эйфи едет праздновать Синтеркласс! А! Ага! Поехали, Эйфи! За подарками! С подарками и за подарками! Ага! Ага! Мы заехали в Садовый Центр недалеко от нашего дома, чтобы купить небольшой подарочек, потому что мы едем праздновать Синтеркласс к сестре Ришарда, Аннике, а она недавно переехала в новый дом, так что это еще в каком-то смысле новоселье. На новоселье, конечно же, принято дарить подарки, а в Нидерландах лучший подарок – это не книга, а домашнее растение. Здесь очень популярно дарить цветы в горшках, вообще, на самом деле, по любому поводу. То есть, если вас приглашают в гости, купите какой-нибудь цветок в горшке и не ошибетесь. Вот тут можно купить уже натуральные елки. Насколько они натуральные? Совершенно натуральные. Просто настоящие елки. Вот такие огромные, пушистые стоят. Ришард побежал быстренько купить. Быстренько, потому что мы, как обычно, выезжаем впритык. побежал купить какой-нибудь растеницу, и мы отправляемся в путь. Так, вот, Ришард, что-то купил. Что ты купил? Что ты купил? Мормут. Что это? Кнахтир. Кнахтир? Да. А, грызуна какого ты купил? Это хейнплант? Да. Окей. Посмотрим потом, что там он купил в этом пакетике. Спасибо! Дай как раз. Двеженькая слойка с яблоком. Ришард только что выкинул мой кофе. Я его поставила уже в держатель для стаканчиков, который я заранее освободила от старого стаканчика. А он подумал, что тут занято просто все, и выкинул мой кофе, который я только что поставила. Ой. Бывает. Пошел покупать новый кофе. Вафл. Кофе номер три. Спасибо. Мы едем в другую провинцию. Это Норд-Брабандух. В северный Брабанд. И ехать нам до туда больше часа. Сто километров. Вообще, в Москве, например, сто километров для меня воспринималось бы как поездка куда-то очень далеко. А здесь почему-то наоборот. То есть мы едем в гости, родители Ришарда живут там, и вся семья там, Ришард сам оттуда родом. И мы довольно часто туда ездим. Ну, относительно часто. И для меня почему-то это расстояние уже не кажется каким-то очень-очень большим. Но все равно это такое путешествие. И я каждый раз воспринимаю это как маленькое какое-то путешествие куда-нибудь, как типа отпуска. Всегда радуюсь, потому что мы покупаем кофе с собой, что-нибудь вкусненькое поесть. И это какие-то такие маленькие приятные традиции. Ну, вот не сказать, что на дороге очень много машин, что загруженные дороги, в принципе, вписываются в обычные представления выходного дня. Хотя сегодня должны, по идее, все ехать отмечать интеркласс. Почему я так решила, что сегодня будет много машин? Ну, так обычно бывает. Какие-то такие праздники общенациональные. Дороги очень загружены. И вчера я искала кресло, новое автокресло для Эфи. Нашла его на... Я искала поддержанное. Новое очень дорогие. А здесь очень хороший рынок поддержанных вещей. Нашла кресло, договариваюсь с человеком, когда можно его забрать. И я хотела его вчера уже забрать, чтобы сегодня мы могли поехать в новом кресле. А он говорит, что завтра не получится. В воскресенье мы едем праздновать интеркласс. Едем в другой город, в Утрихт. Поэтому я подумала, что все сегодня едут куда-нибудь. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И это придало особое праздничное настроение вечеру. Попробую прокомментировать немножко, что там происходило, потому что как-то разговаривать мне было там не очень удобно. Но я постаралась поснимать все, что происходило. Была такая типичная, традиционная голландская вечеринка, когда собирается семья. В определенный момент родители кладут в мешки подарки и ставят их за дверь. И начинают громко стучать, что «О, кто это там пришел?» Ну, приходит типа синтеркласс с подарками. Ну, что меня поражает в этом празднике, что подарков дарят просто огромное количество. То есть было, получается, несколько родственников, трое, кто дарил подарки. Но подарков Эйфи получила гораздо больше, чем три. То есть каждый подарил прям по несколько подарков. И здорово, что это не должны быть огромные какие-то дорогие подарки. Вот, например, Лукас получил там коробочку с фломастерами, какой-то там автобусик. Радость в том, что у ребенка в один момент в этот праздник появляется очень много маленьких подарочков, в которые он может в ближайшие дни до Рождества радостно играть. Подарки дарят детям в основном на этот праздник, не на Рождество. В пламенном порыве дети разрывают бумагу, смотрят с нетерпением, что же там прячется в коробках с подарками. Для Эйфи это, можно сказать, был первый праздник. В прошлом году она была совсем маленькая. И, конечно, она не могла оценить ни подарки, ни само торжество. Вот, но в этом году ей очень понравились подарки. А сегодня с утра у меня лично было просто ощущение Нового года, потому что мы проснулись, сложили все подарки для Эйфи в центре комнаты. Было приятно видеть, как она увлеченно рассматривает их, играет. Очень здорово. Так, вот он наш ботиночек, он пустой. Сейчас пойдем спросим в кассе, что сделать дальше. Берем ботиночек. Ботиночек. Thank you, El. Cake! Вау! В наборчике оказался мандарин, шоколадный Синтеркласс и еще какая-то коробочка, тоже украшенная в стиле Синтеркласса. Сейчас дома посмотрим, что там такое внутри. Ой, пазл, как он открывается! Вот так, смотри. Чик! Трак! Раз, два. Давайте быстро посмотрим, что тут нам подарил Синтеркласс. В ботинок не поместилось, конечно же, ничего. Хотя я, конечно, ожидала, что мы придем, и там в стеллаже как-то напихано что-нибудь в ботиночке. Вот такой вот шоколадный Дед Мороз, он же Синтеркласс. У меня красные руки после мороза. Да, Эфи, тебе еще нельзя шоколад? Но ничего, мы съедим же тебя, зато красиво. Или подождем до следующего года. Мандаринка. И вот что такое в этой коробочке? Какой-то брелок, похоже. Ну, конечно, да. Вот такой вот брелок, как он называется, хомяк. По сути, один из символов, я думаю, может быть, единственный символ талисман Альберт Хейна, магазина, когда проходит крупные распродажи. Это называется хамстерен. То есть, как хомяк напихивает себе за щеки разные продукты. В общем, закупаться впрок, можно сказать. В общем, это было любопытное приключение. Один раз достаточно, чтобы попробовать и посмотреть, что это. Возвращаем ботинок лисенку. Еще раз хочу сказать спасибо, что присоединились к нашей семейной поездке. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Я постараюсь сделать еще много разных интересных видео про какие-то голландские традиции, особенности жизни и про мою личную жизнь в этой стране. Очень вам рада. Спасибо за просмотр. И до новых-новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok